Можно ручкой помахать Ну что, друзья, как мы видим, вновь стены Читов арены наполняются болельщиками хоккейного клуба Динамо Алтай Прямо сейчас наша команда будет играть в свой первый домашний матч сезона И, как мы видим, атмосфера просто невероятная Перед началом игры для болельщиков сделана специальная развлекательная программа Но все же главное блюдо этого вечера – сам хоккей Сезон для парнаульцев начался гостевыми матчами в Красноярске против местных рысей И если первые два матча хозяева выгрызали победу, то в третьем и четвертом поединке Динамо более чем уверенно брали свои очки Как итог – две победы и два поражения Посмотреть на свою родную команду собралось более двух тысяч зрителей Не будем забывать про ограничения посадочных мест на 50% На первой игре сезона болельщики ждали победу, однако довольно быстро поняли, что простой игра не будет Будто не собранные наши хоккейсты пытались забросить шайбу и пропускали свои ворота Наши разогнались ближе к концу игры, но времени уже не хватило Итог – 3-4. Болельщики игрой команды были недовольны, впрочем, как и наставник хозяев Категорически недоволен уровнем игры, которую показали в первой игре Наверное, вышли менее концентрированные, чем соперник Поэтому потерпели, я считаю, заслуженное поражение Сделав работу над ошибкой, во втором матче болельщики увидели другую игру Челнинцы пытались навязывать свой сценарий встречи, но барнаульцы были неудержимы Уверенная победа 5-2 и счет в серии становится 1-1 Обе игры хорошие, по вчерашней игре перебороли волны, наверное, старта И хорошо, удачно забили, здорово в обороне сыграли Сегодня, наверное, при счете 2-2 до гола шла игра, скорее всего, я так думаю, вот так и получилось В турнирной таблице дела обстоят следующим образом После шести игр «Динамо Алтай» расположились на второй строчке с активом 8 очков Отпустив вперед Чебоксар, у них 10 очков Следующие два матча против Челнинцев состоятся 5 и 6 октября На Читов-арене в 19.00 Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов День с толком Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова